Я попросил сегодня в таком составе собраться, поскольку понимаю, что у многих есть вопросы, тревоги, опасения вполне уместны в сегодняшней ситуации. И, конечно же, всех, с одной стороны, не радует, мягко говоря, происходящее событие. Я уверен, что каждому из вас и каждому из членов вашей семьи не хочется жить под угрозой необходимости жить в ядерном бункере. Под угрозой, что вас будет все время висеть над головой домоклов меч в виде ядерной ракеты, ядерного оружия. При этом, если оставили бы мы ситуацию так, как есть, я думаю, ни у кого из вас нет сомнений, что на всей территории Украины и, в первую очередь, вдоль границ с Россией было бы размещено натовское оружие и в том числе ядерные бомбы. По моему ощущению, дальше будет совершенно другой вообще миропорядок. Того мира, который был, уже не будет. Всем давно уже очевидно, что ООН не выполняет свои функции. И члены ООН не соблюдают устава, члены Совета Безопасности ООН не соблюдают устава, не соблюдают международных законов, ничего не соблюдают. Опять же, соблюдают право сильного. Так вот, сегодняшние события, думаю, приводят к изменению миропорядка. Теперь, что непосредственно про нас. Ну, любой кризис, а сейчас мы будем иметь экономические проблемы, а значит, экономический кризис. У нас уже наметился финансовый кризис, он приведет к экономическим последствиям и к экономическому кризису. Любой кризис – это не только угрозы, но это и новые возможности. Какие это новые возможности непосредственно для нас? Ну, в первую очередь, для нас открылись новые рынки. Второе, при нынешней ситуации, это, безусловно, в полной мере возможность ориентировать российский внутренний рынок на российских производителей. А у нас, как у компаний, которые с производственных позиций наиболее подготовлены к завоеванию любого рынка, и, в первую очередь, конечно, своего отечественного, которые в наименьшей степени, чем все остальные, зависят от импортной комплектации, хотя, конечно же, все равно у нас тоже есть элемент зависимости от, в первую очередь, Юго-Восточной Азии, ну, в первую очередь, от Китая. Тем не менее, наш уровень зависимости – это 5, может быть, 10% зависимости. Тогда, как у остальных, это исчисление начинается с другого порядка. Так вот, у нашей компании наибольшие возможности, в том числе и занять лидирующее, доминирующее положение на внутреннем рынке по всем сегментам продукции. То есть, не только в области наружного освещения, не только в области прожекторной светотехники, но по всем сегментам освещения. Это и, безусловно, промышленное освещение, это и садово-парковое освещение, это и архитектурное освещение, это и ландшафтное освещение, это и освещение общественных зданий, это и специальные виды освещения, как взрыво-пожароопасных помещений. Ну и это, в том числе, изготовление различного рода специального назначения светотехнических изделий или комплектующих. У нас тоже есть узкие места. В первую очередь, эти узкие места – это уже непосредственно сборка. Если мы сегодня развили свои производственные мощности по производству светильников из литья алюминия на 3 и более миллиона штук в год, по светильникам из пластикового литья примерно на 2-3 миллиона штук в год, светильникам по штамповке, вытяжке, ротационному давлению примерно на 3-4 миллиона штук в год, то есть это совокупный объем очень большой, и мы можем производить к ним комплектующие, включая, кстати, и даже светодиоды, достаточные в количестве для комплектации такого количества светильников, то сборочного производства в таком объеме или сборочных мощностей с такой производительностью у нас сегодня нет. Это, с одной стороны, наш минус, наше слабое место, но, с другой стороны, это плюс для всех, кто готов работать по кооперации с нами из различного рода регионов нашей страны, кто сегодня работал на импортной комплектации. Если они перейдут на нашу комплектацию, мы готовы их этой комплектации обеспечивать. Это потенциал нашего развития. Что касается в деньгах, поверьте мне, то, что я перечислил, это огромные деньги. Мы с вами про такие раньше даже и не думали, и не мечтали. И это только, я говорю, про внутренний рынок. Аналогичные потенциалы у нас есть по внешним рынкам в те страны, куда мы зашли, которые по своей емкости не уступят российскому рынку и которые готовы полностью сориентировать эту свою потребность только на нас. На нас, на BL Group, как на производителя, имеющего в своем составе весь набор переделов от образования, в чем они также заинтересованы, до конечной продукции в виде установленных, уже установленных, смонтированных осветительных установок и эксплуатации этих осветительных установок. И, конечно же, мы эти возможности свои сегодняшние не упустим. Я вошел в несколько оперативных штабов, в том числе и правительственных. И, естественно, там отстаиваю в целом интересы отрасли. А мы, как системообразующая компания, как компания, которая, собственно, и является в микро- или в мини-своем виде светотехнической отраслью, потому что у нас есть как раз все элементы передела, и мы как раз и все отрасли, содержащие характеристики, в себе имеем. То есть мы, по сути, являемся такой корпорацией, которой в полном объеме применим термин «все, что выгодно отрасли, выгодно нам». Поэтому мне достаточно легко отстаивать интересы отрасли. И вы должны знать и верить, что это означает интересы нашей компании, а значит, интересы каждого из вас, каждой семьи, которая за вами стоит. Да, нам придется тоже пройти трудные времена. У нас есть проблемы с текущей денежной ликвидностью. Они возникли в целом у каждой компании, у каждого предприятия страны, особенно у производственного. Есть они у нас. Возможно, нам даже придется на какое-то время чуть-чуть затянуть пояса. Но уверен, мы справимся. И более того, во всей светотехнической отрасли мы будем одни из первых, если не первые, кто справится и выйдет из кризиса, и восстановит, а потом и приумножит свое благосостояние и свое могущество. А это значит, что вы будете одними из первых, кто восстановит и приумножит свое благосостояние. Благосостояние и надежное, стабильное существование и жизнь ваших семей. Я верю в нас, я верю в вас, и я верю в наше будущее. Мы обязательно с этим всем справимся, и мы обязательно победим. И я хочу, чтобы вы в это тоже верили. Спасибо большое.